Всем здарова! С вами Базилио, канал Фрешлайк 28. Давно обещал вам рассказать про предтренировочные комплексы, и вот мне даже об этом напомнили. Что же исправляюсь? Сегодня я вам расскажу про предтреники, про моё мнение по поводу предтреников, и о том, почему же я готовлю предтреники самостоятельно. Поехали! Итак, друзья мои, на рынке спортивного питания существует безумное количество различного рода предтренировочных комплексов. Все эти коктейли предназначены для одного, для того, чтобы помочь вам выложиться на тренировки по максимуму. И любой предтренировочный комплекс, его можно разделить по своему составляющему, по своему действию на, скажем, три компонента. Два из которых практически всегда обязательны, а третий иногда бывает, а иногда не бывает. Первый – это энергетический элемент. То есть, как правило, это различного рода простые сахара, вплоть до обычного сахара, то есть или мальтодекстрим, декстроза, мальтоза, ещё что-то, ещё что-то, которые предназначены для повышения уровня глюкозы в крови. То есть, вы в момент тренинга, соответственно, входите в анаэробный режим гликолиза. То есть, наши мышцы работают на аденозин-трифосфорной кислоте. Да, я знаю, я надоел вам с этим. Я очень часто про АТФ вам рассказываю. Но, тем не менее, наши мышцы работают на АТФ. АТФ надо откуда-то восполнять. Первое, что идёт у нас в стопку из запасов – это глюкоза в крови. Потом идёт гликоген. Так вот, когда у нас гликоген и глюкоза истощены, в общем-то, тренироваться дальше уже смысла нет. А для того, чтобы у нас глюкозы было побольше, у нас добавляются в эти предтренировочные комплексы различного рода. Мальтед экстрим, там, сахара. Значит, второй компонент, который у нас присутствует в предтренировочных комплексах – это компонент, который помогает вам выложиться по максимуму. Как правило, это либо вещества, которые улучшают мышечную проводимость, улучшают потребление тканями кислорода, там, ещё что-то, ещё что-то каким-то образом. И либо это вещества, которые стимулируют центральную нервную систему, то есть, стимуляторы ЦНС. Ну, и третий компонент, который может случиться в предтренировочном комплексе – может, нет. Очень часто именно из-за него различного рода предтренировочные комплексы попадают в разряд запрещённых. Это, как правило, различные психотропные средства, такие, как, например, там, вот, был такой, по-моему, кажется, Крейс, что ли, назывался, не помню, не буду называть точное название, чтобы, не знаете, и ладно, да, претренировочный комплекс, который потом попал под запрет, потому что в нём задержались вещества, да, там, они улучшали ментальную концентрацию и так далее, и так далее. Но, на самом деле, являлись, по сути дела, там, различного рода наркотическими веществами, ну, вот, вызывающими зависимость, соответственно, он попал под запретную зону. Так вот, каково моё отношение ко всем этим предтренировочным комплексам? И почему, собственно говоря, я делаю предтренировочные комплексы самостоятельно? Значит, моё отношение очень отрицательное, ребята, к предтреникам. Честно скажу. Именно поэтому, наверное, не просто так, вот в списке моих добавок, которые я рекомендую к употреблению, вот, внизу, вот там, под роликом, есть ссылочка на те добавки, которые я употребляю сам самостоятельно, и, собственно говоря, рекомендую к употреблению. Там нет предтренировочных комплексов, потому что я их не жалую. По одной простой причине. Потому что, когда вы тренируетесь, на самом деле вы разрушаете мышцы в той или иной форме. Да, чем больше вы оттренировались, тем больше интенсивная у вас нагрузка получилась, тем больше вы теоретически вырастите. Но поймите правильно, что когда дело касается тренинга, в котором задействована стимуляция центральной нервной системы, вот эти самые отказные сеты, они выжигают ЦНС, как ничто другое. То есть, вот поверьте, мы устаем же не только за счет мышечной усталости, не только за счет накопления лактата, не только за счет чего. У нас на самом деле устает точно так же иннервация мышечных волокон. У нас устает центральная нервная система от того, что вы все время работаете в отказ. И попытка, если вы не можете вдруг пойти какое-то плато, попытка как бы, а давайте мы себя подстегнем еще перед тренировочным комплексом, значит, будем дальше расти, и если у вас нет при этом фармакологической поддержки, ну, вы просто готовьтесь к тому, что вы взяли у организма в долг. Но отдавать-то придется. Но это означает, что ваши три тренировки в неделю, их уже надо делать не три, а две, если не одну интенсивную. Ну, и смысл тогда, смысл себе стимулировать ЦНС таким образом, таким образом убивать ЦНС, чтобы в конце концов валиться в перетрен. Так вот, именно поэтому, поскольку на самом деле основная причина употребления при тренировочных комплексах, это вот вздрючивая центральная нервная система, именно поэтому я покупные предтреники не жал. Значит, объясняю, почему. Объясняю, потому что как раз это рынок. Это рынок и царство маркетинга. То есть, любой предтренировочный комплекс, который просто будет повышать уровень глюкозы и мышечную проводимость, но не будет давать драйва, да, вот этого драйва, который сопровождается обычно стимуляцией, которым сопровождается стимуляция центральной нервной системы. Его просто не купят, он будет непопулярный на рынке. Поэтому, если безобразие нельзя запретить, его надо возглавить. И все производители различного рода ноэксплойдов и так далее, и так далее, и так далее, они стараются набодяжить, намешать туда, то есть, вот в чего-нибудь такого, чтобы вас с этого проперло. Другой вопрос, что ввалиться с этого в перетрен или там просто перетренироваться, ну, нефиг делать, да, то есть, соответственно, прибиться. Совсем другое дело это, когда касается вопрос восстановления уровня глюкозы в крови и улучшения мышечной проводимости и потребления тканями кислорода. Вот тут я, в принципе, за. Именно поэтому я готовлю претренировочный комплекс самостоятельно. Итак, что же я, собственно говоря, самолично пихаю в собственный претренировочный комплекс? Первое, это, конечно, изотоники. Пожалуйста, посмотрите вот этот вот ролик, он очень важный. Значит, изотонические растворы, это растворы, которые во время тренировки позволяют нам сбалансировать баланс электролитов внутри нас. То есть, водно-солевой баланс, который очень важен, чтобы не допустить обезвоживания, чтобы непосредственно не заплывать, не отекать и так далее. Там об этом подробно, но на самом деле, как бы, изотоники, помимо всего, еще чаще всего содержат вот те же самые сахара, поэтому вопрос поднятия глюкозы, уровня глюкозы в крови перед тренировкой, он не стоит. Но вот он решается вопросом добавления изотоника. Второе, значит, что я добавляю? Я добавляю вот такое вещество. Это бета-аланин. Вот в такой банке. Ссылки на все, что я сейчас покажу, будут внизу. Вот непосредственно, где я это все покупаю, как покупаю, там будет написано. Значит, это вещество, которое улучшает нервную проводимость. И оно будет полезно не только бодибилдерам, оно будет также полезно стрелкам, например, или бойцам. Вот то самое покалывание, которое вы чаще всего ощущаете после принятия предтрена, вот мурашки покалывания, это как раз бета-аланин, который содержится в предтреннике. Это не является стимулятором, таком, как кофеин или эфидрин, не дай бог. Это вещество, которое улучшает нервную проводимость, и поэтому его я добавляю. Значит, второе, что я туда добавляю всегда, наш любимый элькарнитин. Вот я его покупаю в такой банке, то есть у меня 250 порций стоит под 1000 рублей. Почему? Вовсе не для того, чтобы похудеть. Потому что даже если я работаю на массу, даже если я интенсивно тренируюсь, то вопрос стоит в том, что элькарнитин очень хорошо в данном контексте влияет на сердечную мышцу, богатую митохондриями. Про элькарнитин вы можете подробно посмотреть вот этот ролик, то есть что это, с чем это едят и в каком виде это все употребляется. Сейчас я объясняю, что поскольку он хорошо влияет, очень положительно влияет на нашу сердечную мышцу, миокард, богатую митохондриями, а на тренировке она пашет, дай боже, то я считаю, что здоровье у нас одно, за сердцем надо следить, и поэтому элькарнитин, обязательно 1 грамм, я всегда добавляю. Значит, второе вещество, которое я употребляю, это цитрулин-малат, вот в такой вот форме. Это как раз прекурсор оксида азота для пампинга. Опять-таки, подробный ролик, что это дает, для чего он нужен, прекурсор оксида азота, вот вы посмотрите здесь. Здесь, вкратце, это то, что дает памп, то, что дает непосредственно насыщение мышц кровью, соответственно, дотаскиванием, донесением с кровотоком туда полезных различного рода веществ, питательных веществ, именно к тренируемым мышцам. Каким образом все это работает, почему это цитрулин, а не аргинин я покупаю, то есть там тоже написано вот в этом ролике. И, наконец, последнее, что я добавляю в свой предтренировочный комплекс, это от той же фирмы вот такая вот штука, Pico 2. Значит, это какая-то такая штуковина, которая обещает вроде бы повышение VO2 Max. Кто знает, я потом расскажу, что это такое. Грубо говоря, это вещество, которое там из различного рода грибов, там, шитаки, еще что-то, еще что-то есть. Так или иначе, оно предназначено для увеличения возможности поглощения мышечной тканью кислорода. То есть это тоже очень важно. Насколько оно работает или не работает, я пока его тестирую. Поэтому сказать я ничего про это не могу. Вы можете тоже попробовать протестировать и посмотреть, сработает оно или не сработает. Ссылочка на нее тоже есть внизу. Поэтому, поскольку я еще пока это не протестировал, я ролик про это еще и не снимал. Так что вот на самом деле все, что лично я мешаю в свой личный предтренировочный комплекс, который я пью за 30 минут до начала тренировки. Так что вот такие вот у нас дела. Что ж, друзья мои, подписывайтесь на канал. Напоминаю, с вами был Базилий, единственный специалист по начинанию и не бросанию новой жизни с понедельника. Канал Фрешлайф28. А на сегодня это все. Всем пока-пока.